Участки открылись в пятницу ровно в 8. Голосование стартовало. В числе первых избирателей блогер-миллионник и многодетная мама Мария Комкова. Вместе с мужем и детьми поспешили исполнить свой долг уже с утра. Младших еще нужно отвезти в садик и школу, а самим успеть на работу. Супруги рассказывают, на выборы ходят всегда, а дома со старшей дочкой даже ведут свои дебаты относительно предпочтений по кандидатам. Кто-то приходил на участки с детьми, а кто-то с животными. Так жительница Самары Инна Тарасенко голосовать решила вместе со своим питомцем. У пятилетней джемы паспорта гражданина Российской Федерации нет, только ветеринарной. Поэтому выбор хозяйки поддерживала морально. На улице, под присмотром членов УИКа. Конечно, я оценю это положительно. Давно уже пора понять, что мир изменился, он становится более современным и адаптированным ко всему. Поэтому животное – огромная часть нашей жизни, и многие люди проводят с ними практически 24 часа в сутки. У каждого свой выбор. Сделал его и бронзовый призер Паралимпиады в Токио Вячеслав Ленский. Здесь можно провести аналогию со спортом. И кандидаты, они соревнуются и считают бюллетени, проценты. Кто-то отрывается, кто-то догоняет. То есть это похоже на какую-то спортивную гонку. Но, скорее всего, победителями будут именно избиратели, которые придут, проголосуют и большинством решат тот, кто нужен нашей стране, нашему региону. На участке в 132-й школе также в числе первых проголосовал губернатор области Дмитрий Азаров. Глава региона поблагодарил наблюдателей и членов комиссии. В эти три дня на них легла колоссальная нагрузка. Давайте мы все вместе поблагодарим тех людей, которые являются членами участковых избирательной комиссии, которые делают это для всего общества, для страны, обеспечивая демократический процесс избрания Государственной Думы и Думы Губернской. Некоторые в день выборов расписались дважды. Молодожены Анастасия и Андрей Романчевы сразу после ЗАГСа отправились на участок и сделали еще один важный выбор в своей жизни. Решили голосовать сразу сегодня после ЗАГСа, поскольку это, скажем так, первое совместное такое семейное ответственное решение. На этот участок в селе Большое Микушкино на выборы шли как на праздник. А все благодаря находчивым и творческим членам УИКа. Они же участники чувашского народного ансамбля «Сел Гусь». При этом о санитарных требованиях не забыли. Все как положено. Маски и перчатки хорошим артистам не мешают. С песней встречают своего коллегу. В прошлом Роман тоже выступал в коллективе, а теперь студент аграрного вуза. Голосовать пришел впервые в жизни. Я думал, просто приду, проголосую, а тут, оказывается, меня встретил коллектив. Это очень приятно, когда про тебя не забывают. Мне очень приятно участвовать в политической жизни моей страны. Я считаю, что всем нужно голосовать, потому что так мы показываем свое отношение к государству. Таких, как Роман, впервые голосующих на этих выборах в Самарской области было 29 тысяч человек. Интерес молодежи и еще одна особенность этой избирательной кампании. Более 60% наблюдателей, прошедших обучение в регионе, как раз молодое поколение. Несомненно, очень важно, что молодежь задействована в выборах, так как должна молодежь активно себя проявлять и должна быть не аполитичной, а именно вникать в процессы государственного права и так далее и всего остального. То есть принимать непосредственное участие в жизни государства. К серьезному событию молодежно-избирательная комиссия подошла креативно и оформила пункт для голосования в университете в ярких тонах. Так, все три дня в Самаре работал, пожалуй, самый стильный участок. Не отставали в активной позиции от молодых и опытные избиратели. Так, на участке в Отрадном проголосовала столетняя жительница. А ее ровесница из Самары Ольга Миронова проголосовала на дому. Эти выборы особенные сразу по нескольким причинам. Во-первых, голосование шло три дня. В семи регионах в виде эксперимента появилась возможность отдать свой голос дистанционно. За легитимностью и прозрачностью следили не только наблюдатели, но и камеры. А смотреть прямой эфир могли все желающие в созданных ситуационных центрах. В 19.57 ровно через три минуты в регионе завершат работу все 1809 избирательных участков. В Самаре закончится трехдневное голосование. Передо мной и за моей спиной находятся две видеокамеры, которые все эти трое суток непрерывно снимают процесс и голосование, и также будут работать во время подсчета голосов. Окончательные результаты Самарский избирком подвел во вторник. В ходе трехдневного голосования участки посетили 1 миллион 132 тысячи жителей. Общая явка по региону составила почти 46,5%. По итогам обработки всех бюллетеней «Конституционное преимущество» в Государственной Думе у партии «Единая Россия» – 44,3% голосов. На втором месте КПРФ. У нее чуть больше 23%. За ЛДПР проголосовало около 7,5% самарцев. «Справедливую Россию за правду» поддержали свыше 6%. В пятерку лидеров вошла и партия «Новые люди». У нее 5,62% голосов. В федеральный парламент по одномандантным округам от Самарской области прошли три представители партии «Единая Россия». Это Александр Хинштейн, Виктор Казаков и Андрей Трифонов. Первые двое работали в Госдуме предыдущего созыва, а 56-летние Трифонов законотворческий опыт получат впервые. Также в Госдуму прошли двое кандидатов от КПРФ. Это Леонид Калашников, ранее уже трижды избиравшийся в федеральный парламент, и Михаил Матвеев, до недавнего времени бывший депутатом Самарской губернской думы. Да, три дня, да, удобнее. Но три дня это не для повышения явки, надо понимать. Это именно с заботой о здоровье избирателей, чтобы разделить эти потоки. И я всегда говорю, если раньше человек чихнув или там кашлянув, бог с ним и пойдет на выборы, то сейчас люди либо голосовали на дому, либо вообще не ходили. Поэтому я думаю, что пандемия все равно, конечно, наложила свой отпечаток на электоральную активность. Если говорить о новом составе Самарской губернской думы, то места в ней получили 36 единороссов. Фракцию КПРФ будут представлять 10 депутатов. Кандидаты от партии «Справедливая Россия за правду» займут два кресла. Кроме того, по одному представителю в областной парламент смогут делегировать ЛДПР и новые люди. Таковы суммарные результаты голосования по спискам и одномандатным округам. Все три дня в регионе работали более пяти тысяч общественных наблюдателей. Все происходящее на участках фиксировали. Видеонаблюдение было доступно круглосуточно для всех желающих. Такая синергия неравнодушных людей и экспертов помогала разрешать споры и развенчивать фейки. Задача, в том числе всей системы общественного наблюдения, защитить, в том числе, избирательную систему от фальсификации и фальсификации. Потому что есть те, кто это нагнетает по разным причинам. Мы должны защитить от фальсификации и от фальсификации и фальсификации. Создание таких. Я думаю, что здесь как-то получилось в Самарской области. Это подтвердили и международные эксперты. Специалисты из Ливана, Мексики и Италии посещали участки не только в городах и районах области. Я наблюдаю избирательный процесс очень спокойным и хорошо организованным. Выборы отвечают демократическим принципам. Хочется отметить, что применены разные технологии, которые делают процесс лучше и более прозрачным, понятным для людей. Подвести итоги по видеосвязи собрались штабы партии «Единая Россия» всех субъектов страны. На связи с нами наши региональные штабы, штабы общественной поддержки, наши кандидаты. Давайте всех поприветствуем. Дорогие друзья, позвольте мне поздравить всех вас с чистой и честной победой. Хотел бы от себя лично, от лица нашего центрального избирательного штаба, поблагодарить всех избирателей, кто пришел в эти три дня на избирательные участки, кто проголосовал дистанционно, кто отдал свои голоса за «Единую Россию», за будущее нашей страны, за будущее наших детей и наших внуков. Ура! Теперь предстоит большая работа по реализации народной программы. При ее формировании поступили обращения более чем 200 тысяч человек. Собрано свыше 300 тысяч наказов и предложений. Мы прошли вот этой командой, командой партии «Единой России», очень большой путь, путь, который вызвал доверие у избирателей. И я хочу поблагодарить всех членов этой команды «Единой России», с которыми мы вместе собирали предложения людей в народную программу. Более 300 тысяч предложений – это огромный вклад, который внесли граждане России, проживающие на территории Самарской области, в формирование народной программы. И сегодня эта команда, команда, которая победила на выборах, показав лучший результат среди всех партий, готова выполнять взятые на себя обязательства, оправдывая доверие людей, исполняя наказы избирателей, реализуя вместе с жителями народную программу. Вместе мы сможем больше. Спасибо и всех с победой! АПЛОДИСМЕНТЫ